всем привет с вами Дмитрий Русул и в этом видео хотел бы поделиться с вами как сделать довольно быстро средствами logic классический всем известный эффект гейтированного ревера прямиком из 80-х который в то время очень активно использовали на барабанах и в первую очередь на снейре и я хочу показать не просто как такой такой память из прошлого или дань уважения прошлому на самом лет эффект до сих пор очень актуален и в последние годы он можно сказать переродился и стал активно использоваться во многих жанрах конечно же в поп-музыке потому что последние годы активно прям популяризируется вновь музыка 80-х только с таким немножко переосмыслением а звук 80-х без гейтревера вообще представить невозможно ну и конечно же музыка 80-х до сих пор звучит на радио можно и услышать везде и подборках плейлистах поэтому актуальность никуда не девалась и на самом деле этот эффект можно использовать как спецэффект например на каких-то брейках даже в танцевальной музыке в современной музыке но самое главное второй момент применения этого эффекта это сам дизайн что у вас может быть какой-нибудь коротенький недостаточно внушаемый доверие скажем так ли плотности мощи сэмпл с нейро он вам может быть нравится по характеру но в миксе он может быть недостаточно мощным недостаточно внушаемым вам попытайтесь на эквалайзере что-то накрутить получается только грязь ну то есть много есть проблем и вот благодаря гейтреверу вы можете усилить даже слабо звучащий сэмпл в миксе сделать его более таким пробивным плотным и при этом не обязательно вот включать тот самый эффект 80 где там огромный какой-то огромное эхо разлетается влево вправо то есть вовсе нет это такой можно сказать инструмент современного продюсера которым можно использовать по-разному давайте покажу о чем идет речь у меня здесь такой есть паттерн классический давайте его послушаем и давайте послушаем отдельно снэйр ну классический снэйр такой довольно коротенький и его вот это вот маленькая длина звучания самого снэйра позволяет собственно больше поэкспериментировать с ревером как-то работает давайте откроем микшер у меня здесь уже есть шина созданная с хрома ревером хромовербом и я взял специально большой холл с отражениями чтобы у нас генерировался огромный хвост давайте послушаем как сейчас он звучит я включаю тут конечно же можно еще подправить хвост можно сделать какие-то изменения также можно сделать даже хвост побольше ну вот я в принципе сошелся на таких настройках но тут вся суть конечно же не в этом вся суть из понятно из названия это гейт то есть после ревера у нас предполагается использование гейта и собственно я оставлю но из гейт из лоджика но здесь есть один нюанс сейчас я вам его покажу вот сейчас сайчейн вы уже заметили у меня был выбран я сейчас убираю и в принципе у нас давайте послушаем как сейчас все звучит особо ничего не происходит то есть да мне нужно как-то будет решил ставить куда-то выше в принципе можно конечно найти какую-то золотую середину и создать самый эффект но это не очень удобно иногда бывает потому что у снейров бывают какие-то дополнительные брейки еще что-то и вот при таком раскладе то есть у нас сейчас но из гейт реагирует именно на сам хвост то есть как только хвост ревера падает ниже определенного уровня но в данном случае там ниже 26 децибел тогда у нас собственно гейт закрывается то есть мы привязываемся в данном случае к хвосту хвост может быть разного уровня он может быть дольше по громкости тянуться и из-за этого контроля не так много а вся фишка именно в сайчейне то есть мы в качестве управляющего сигнала будем использовать не хвост ревера который сгенерируется ревератором а именно сам удар с нейра то есть я выбираю просто инструмент снэйр в данном случае снэйр один и вот теперь то есть я могу так настроить трэш-шолд то есть мы видим что именно в момент удара снэйра у меня гейт открывается а дальше вот с помощью атаки холд и релиза мы как бы делаем огибающую до того как наш гейт закроется то есть мы таким образом можем дать немножко времени позвучать нашему этому длинному большому реверу я могу конечно поставить холд и релиз на 0 тогда у нас будет прям практически сразу как только снэйр гаснет у нас будет сразу гаснуть вместе с ним ревер ну сами понимаете смысла в таком ревере нету а вот как раз за счет холда и релиза мы можем воссоздать вот тот самый эффект из восьмидесятых и его даже подстроить немножечко под темп песни причем при этом чем больше у вас будет размер самого ревера тем более массивным будет вот эти вот ну здесь сколько у нас получается 190 миллисекунд общего звучания ревера тем он будет мощнее потому что чем дольше вот этот хвост тем он как бы получается у вас мощнее единственное что он может этот хвост уже наслаиваться на следующий хвост следующего удара поэтому здесь конечно стоит особо там перебарщивать не стоит слишком длинный хвост делать но вот где-то 2 3 4 секунды достаточно чтобы этот эффект получить таким образом то есть подмешивая этот эффект я могу свой даже с ней вот сейчас я убираю этот эффект полностью то есть я могу за счет хвоста и его характера его эквализации не забываем что мы можем поставить здесь еще эквалайзер дополнительно чтобы оставить те частоты от ревера которые нам нужны в этом и есть преимущество в том числе использование ревера на параллельной шине мы можем как бы то о чем я говорил наш жиденький и такой может быть немножко там какой-то недостаточно мясной снейр превратить в более внушающий то есть он будет больше пробивать звук через остальные барабаны или там через бас через вокалы через гитары и так далее то есть тоже такой довольно интересный эффект не обязательно его использовать вот именно как классический такой гейт ревер но либо мы можем конечно же всегда его использовать и так но а если мы хотим использовать его на нескольких инструментах то в качестве управляющего сигнала уже нужно будет конечно выбирать некую сайчейн группу для этого вы наверняка знаете нужно просто отправить те элементы которые мы хотим использовать на отдельную сайчейн шину для чего это нужно если я сейчас включу томы вот давайте посмотрим на паттерн у меня вот здесь конце паттерн нет удара по снейру то есть у меня идет брейк по сути по томам а удар по снейру нет и соответственно мой но из гейт принципе не будет открываться дать послушаем то есть мы слышим что у нас там и играют у них есть посыл на ревер но ревер никак не реагирует потому что ревер ждет команда от снейра снейра в том месте нет и поэтому конечно нам придется объединить вот эти звуки которые мы хотим посылать на этот ревер в отдельную шину давайте создадим ее назовем сайчейн обязательно нужно отключить чтобы она не выходила никуда то есть чтобы она как бы заканчивал сама на себе делаем максимальный посыл для этого просто нажимаем option и кликаем по шине таких выделим вместе нажимаем option кликаем по шине и у нас ставит в ноль и соответственно в но из гейте мы уже выбираем не снейр а шину и выбираем в данном случае третью шину куда мне приходит с нейр том 1 том 2 том 3 и вот теперь на этом брейке у меня собственно но из гейт будет открываться в том числе и от томов они только от сны и давайте послушаем кстати можно варьировать то есть можно проделать меньший посыл на сайт чейн управляющий чтобы том и так как они более громкие и более скажем так массивные сами по звуку нежели с нейр то иногда вот мы слышали что ревер начинать может как бы заводиться но так или иначе это такой может быть спецэффект либо мы можем например не отправлять том и как управляющий сигнал то есть у нас сейчас опять ревер не будет реагировать на том и но при этом мы можем в какой-то момент прописать с нейр и на отдельный конкретный удар у нас том окраситься ревером давайте посмотрим как работает то есть за счет этого у нас вот именно этот удар тома вместе со с нейром становится такими как более мощными это может сработать такой некий акцент дополнительный в брейке то есть опять же с этим можно экспериментировать выбирать те настройки и тот характер общего звучания который вам нужен под вашу композицию конечно же не обязательно там воссоздавать какие-то классические эффекты но просто знаете что это довольно так легко делается такой довольно ну простой манипуляции с помощью маршрутизации параллельной и все это очень легко работает настраивается и еще раз повторюсь можно использовать не обязательно как классический эффект а также и как такой некий элемент саунд дизайна именно для самих сэмплов если они недостаточно мощно звучат по что ревер конечно придает определенную весу и опять же экспериментируя с разными типами ревербераций с разными типами плагинов самого ревера можно получать очень интересные тембры и собственно обогачать ваше звучание ну что ж на этом это видео подходит концу надеюсь вам было интересно пишите в комментариях подойдет ли вам такой эффект в ваши песни если остались какие-то вопросы также пишите подключайтесь к нашему telegram чату в котором я всегда отвечаю на вопросы и увидимся с вами в следующих видео всем успехов творчестве с вами был дмитрий урсул всем пока